Музыка С 27 января в Магадане ввели режим ЧС изобродячих собак. Горожане в социальных сетях и на прямой линии мэра жалуются на агрессивных бездомных животных. По данным Единой диспетчерской службы, за прошлый год поступило более 600 сообщений об агрессивных собаках. Общественники уверены, для того, чтобы ситуация с животными изменилась, нужно пересмотреть действующее законодательство. Люди, которые заводят животные, они должны нести так моральную, так и финансовую ответственность. То есть они должны платить определенный налог на ситуацию, которая происходит в России. Это нужно обнулить. То есть используя метод европейских стран, Соединенных Штатов, да, собак надо вылавливать, передерживать питомники, если в течение какого-то времени, которое определится законом, животное не было взято. То есть не приобрело своего нового хозяина, его нужно усыплять. На данный момент в Магадане работает лишь один приют для безнадзорных животных. Большинство собак, которые там находятся, – отщита бывшие питомцы. По мнению владелицы приюта Галины Катеринич, такая ситуация складывается из-за большого оттока людей из Магадана. Хозяева уезжают и оставляют своих четвероногих друзей. Вот только за декабрь-январь у нас практически 70% по заявкам отловных животных – это бывшие домашние. Не надо магаданцам разбрасывать в коробках животных по подвалам, по коридорам, по базам. И надо немножко ответственнее относиться к своим животным. Для уменьшения численности собак стерилизуют, однако их количество остается прежним. Ветеринары утверждают, когда популяция уменьшается, инстинкты заставляют более активно размножаться. Так и происходит замещение. Кроме того, эксперты говорят, что стерилизованная собака небезопасна. У животных, которые не могут воспроизвести потомство, осталось чувство территориальности. Они охраняют свою пищевую нишу. Там, где они питаются, они стараются вытеснить конкурентов. Прежде всего это собак. То есть драки неизбежны. Особенно в период гона весеннего, осеннего, когда у собак, все об этом знают, все это видят, происходят собачьи свадьбы. Это крайне опасный момент. И ребенок, который бежит и размахивает руками, трясет рюкзаком и сумкой со сменной обувью, для них добыча и крайне легкая добыча. Кроме того, как отметила Людмила Гризина, кормить бездомных животных – не лучший вариант. Собака будет безопасна только в том случае, если у нее будет дом и хозяин. Проводить стерилизацию нужно, но потом нельзя отправлять животное обратно на улицу, считает ветеринар. Кроме того, владельцы, которые отправляют питомцев на самовыглу, подвергают опасности не только людей, но и само животное. Поэтому специалисты просят не выпускать питомцев без надзора. Если такую собаку найдут, ее отловят и отправят в приют. Я вас спрашиваю, я не знаю, где, как собаки себя ведут, но вот здесь, который на Марчикане, вот у меня находится коломагазин, собака. И вот эта собака можно, она тоже здесь постоянная. Они на людей не бросаются. Они сытые здесь, накормленные, люди сами их кормят. Вот мы их подкармливаем, понимаете. Говорю, не надо просто убивать, не надо. Это очень жалко. Она седьмой год уже со мной. Седьмой год. Здесь медведь спускается летом. Опасно. Я работаю здесь до 11 ночи. Не дай бог, что. А так я уже знаю, что она никогда никого не подпустит. Собачий вопрос пока остается открытым. На данный момент его регулирует федеральный закон, согласно которому животное вылавливают, стерилизует и возвращает в среду обитания. Однако некоторые эксперты, как и общественно, считают, что это небезопасно. И нападение животных на людей будет продолжаться. Елизавета Сипаилова, Илья Пачин, Александр Фещенко. Магаданское время. В Магаданском патриотическом клубе наследия для курсантов и волонтеров прошел интерактивный урок, приуроченный ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских полчищ в Сталинградской битве в 1943 году. Рассказывал ребятам о прошедших событиях учитель истории и общества знания гимназии номер 13 областного центра Константин Зеленский. Если вот здесь вот под Сталинградом создать плацдар, видите, ну как бы вспомнили, вот так вот поставить, да, линию обороны, то, соответственно, войска, которые вошли за кавказской нефтью, они никак не получат поддержки. О целях проведения подобных мероприятий поделился руководитель Магаданского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Даниил Сомов. Мы рассказываем нашим ребятам о тех событиях, которые происходили в период Великой Отечественной войны. Конечно, все это необходимо для того, чтобы они знали нашу историю, передавали ее нашим потомкам и, конечно же, сохраняли ее. Именно победа советских солдат в Сталинградской битве стала переломным моментом во всей Великой Отечественной войне. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко, Магаданское время. Машинист экскаватора-погрузчика категории «С», плотник 5-го разряда, специалист по закупкам, автоэлектрик, электромонтер до 1000 ватт, инженер производственно-технического отдела, инженер-экономист планово-экономического отдела, заработная плата по результатам собеседования. ГЛУД, улица Гагарина, дом 58, телефон 220-311. Негосударственный сектор экономики северных регионов Дальнего Востока страны уже тридесятка лет испытывает дискриминацию. Работодатели-частников государство фактически обложило дополнительным региональным налогом. Речь идет об оплате проезда в отпуск раз в два года за счет работодателя. Только бюджетным предприятиям и учреждениям эти расходы компенсируются за счет всех налогоплательщиков, а частным фирмам не компенсирует никто. На практике это происходит так, что два одинаковых вида бизнеса, которые работают на Дальнем Востоке и в Центральном регионе, несут разные нагрузки. А мы здесь на Дальнем Востоке живем, работаем, мы и так-то в экстремальных условиях здесь существуем. И плюс еще вот данная мера. Потому что в принципе правильно. Любой работающий, проживающий человек, он должен получить компенсацию. Это было еще в советское время. Но работники, которые работают при госструктурах и федеральных структурах, они данную льготу получают из федерального бюджета. Предприниматели же, они должны эту меру закладывать в стоимость своего товара или услуги. И это к чему приводит? А. Удорожание товара и услуги. И Б. Некорганизация способность на данном рынке. По мнению предпринимателей строительной отрасли, местные компании, работающие на строящихся сейчас в Магадане объектах, испытывают негативное влияние этих факторов. В конкуренции с приезжими фирмами. Но так быть не должно, уверены в деловой России. Также стоит вопрос в длительном отпуске для членов предприятий, работающих в условиях Крайнего Севера. Соответственно, 52 дня для любого предприятия, когда квалифицированный специалист отсутствует такое время, ему необходимо дополнительно нанимать персонал, что также в свое время накладывает еще дополнительные расходы. Исходя из всего этого, предприниматель, который работает в условиях Крайнего Севера, он неконкурентно способен по отношению к его, как говорится, коллегам, которые не работают в условиях Крайнего Севера. Каким же образом бороться со столь длительно существующей в федеральном законодательстве несправедливостью? По мнению активистов деловой России, Магаданской области и Камчатского края, есть два пути. Выработать совместно с органами государственной власти определенный механизм компенсации работодателям, негосударственного сектора северных регионов. И второй, оспорить существующие дискриминационные положения федерального законодательства в Конституционном суде. Если мы собираем конституционные... Абонент временно недоступен. Перезвоните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин